Ветеранская организация сельского поселения Ильинская на хорошем счету в Красногорском районе. Подводя итоги работы за пять лет, председатель совета Нина Калинина отмечает, мы старались и стараемся направить свои усилия на улучшение жизни каждого жителя старшего возраста. Помощь в жилищных вопросах, продовольственные наборы, привлечение культурно-досуговой деятельности. Для участников организации делается многое. Но и сами ветераны в долгу не остаются. Без их участия невозможно была бы преемственность поколений. Передаются традиции в том числе и благодаря историческим альмонахам, составление которых – часть деятельности совета. Уже вышли в свет шесть изданий, посвященных истории Ильинского и подвигам земляков в годы Великой Отечественной войны. Я вроде бы живу здесь уже больше 30 лет на этой территории, но и тем не менее некоторые моменты истории нашего края, они и для меня тоже стали действительно откровением. Поэтому такая работа ведется. И вот ветераны, стоит отдать им должное, что они как 70 лет назад были на передовой, так и спустя 70 лет, несмотря на свой уже достаточно преклонный возраст, они и сейчас нам передавают. У нас очень серьезная, сильная ветеранская организация. И, конечно же, низкие им поклоны и искренние слова благодарности. Сегодня в Ильинском проживают 3370 пенсионеров. Из них 39 человек – участники Великой Отечественной войны, 318 – труженики тыла. Олег Синицын, посетивший встречу актива ветеранов, сообщил, что в поселении в плановом режиме продолжают предоставлять материальную помощь жителям. Денежные выплаты ильинцы стали получать с 2014 года, когда по предложению руководства администрации местным советом депутатов была одобрена программа по предоставлению мер дополнительной социальной поддержки. Это не только категория ветеранов, это, в общем-то, и достаточно молодые люди. Кто-то лишается работы, при этом имеет двоих детей, троих детей. Соответственно, отсутствие средства к существованию, к жизни. Обращаются к нам за материальной помощью. Мы оказываем разовую материальную помощь, она до 150 тысяч рублей. И плюс мы оказываем материальную помощь на лечение по онкологии 62-й больницы. Это до 500 тысяч рублей. Плюс на лечение заболеваний, связанных со зрением. Там порядка 60 тысяч рублей стоят вот эти операции на глаза. В общей сложности только за 9 месяцев текущего года на социальные выплаты местному населению было перечислено свыше 20 миллионов рублей. Ежемесячно получить финансовую поддержку из фонда местного бюджета могут жители 19 льготных категорий. Сумма выплат составляет от 500 до 1500 рублей. Наше поселение имеет достаточно хороший бюджет. И мы в состоянии оказывать подобную материальную помощь, либо какую-то практическую помощь. Я говорил там о ремонтах, о приобретении какой-то бытовой техники, и лекарств, и лечения, и так далее. То есть мы можем на наших уважаемых ветеранов тратить эти деньги. Закон нам это не запрещает делать. Соответственно, было принято решение, чтобы эти программы были и работали. И пока, во всяком случае, я как глава здесь, и тот совет депутатов, который сегодня есть, эти программы будут жить и работать. После подведения итогов работы общественной организации участники собрания провели выборы Совета ветеранов на следующие пять лет. Единодушным решением Нина Калинина вновь избрана председателем Совета. Заместителями назначены Татьяна Жалыбина и Валентина Ивашенко.